Приветствую вас, друзья, с вами Лебедев Артём. Сегодня мы рассмотрим эксцентриковую шлифовальную машину от Bosch, модель Get75150. И эта шлифовальная машина по праву может называться универсальной. Сейчас в дальнейшем я расскажу и покажу почему, а для начала кратко пробежимся по техническим характеристикам. Кабель резиновый, двухжильный, сечение 1 квадратный миллиметр и длина его 4 метра. Вес шлифовальной машины вместе с кабелем 2860 грамм, без кабеля 2640 грамм, с установленными на неё дополнительными элементами, а именно с выдувным патрубком, с защитным кольцом 2700 грамм, с дополнительной рукоятью, которую мы можем установить либо слева, либо справа 2765 грамм. И, кстати говоря, ключ шестигранный тоже поставляется в комплекте. При помощи него мы снимаем не только рукоять, но и опорную тарелку. Мощность двигателя 750 ватт и здесь есть электронная стабилизация оборотов под нагрузкой. Амплитуда колебательного контура 4,5 миллиметра, а что касается оборотов, это сейчас мы проверим тахометр. Кстати говоря, опорная шлифовальная тарелка MultiHall, она отлично работает с сетчатыми шлифовальными кругами, а также и со стандартными. Соответственно, замеры будут проводиться на холостом ходу. Для начала измерим число колебаний именно оборотов в минуту. Первая скорость. Фактически, характеристики, которые мы только что замерили, совпадают с заявленными. Это отличный результат. И, кстати говоря, указывается два параметра. Сейчас мы измеряли именно количество оборотов, целых оборотов, 360 градусов. Также указан еще один параметр, он ровно в два раза больше. Это число колебаний. То есть, получается то, что у нас, если учитывать то, что колебательный процесс идет по кругу, то получается, когда в одном краю это у нас одно колебание происходит, раз, и второе колебание. Поэтому в два раза больше. А теперь заблокируем эксцентрик и включим режим принудительного вращения. Кстати говоря, во время работы эту кнопку трогать нельзя. Переключаемся только на выключенном инструменте. Продолжение следует... Да, в этой ситуации все здорово. Технические характеристики заявленные, совпадают с фактическими. Единственное то, что сразу было замечено в этом тесте, то, что она очень шумно работает. И предлагаю сейчас замерить шумность. Продолжение следует... 105 дБ прилично и защита органов слуха по-любому нужна будет. Наушники, беруши, все что угодно, но без них ни в коем случае, потому что действительно по ощущениям сильно давит на уши. И, кстати говоря, второй нюанс. Момент. Когда работаешь ей без подключения пылесоса, как вы видели, ничего не удаляется. То есть здесь активного пылеудаления нет. Работать нужно исключительно с подключением пылесоса. Эти моменты касаются практически всех шлифовальных машин такого типа. И, кстати говоря, будет еще один третий момент. Он касается нагрева. Но нагрева именно при полировке. Да, этой шлифмашины можно не только шлифовать, можно еще и полировать. Здесь вообще... Почему я сказал, что она универсальная? Потому что здесь есть три режима. Заблокированный режим. Здесь он называется турбо. Он снимает грубо. То есть он быстро, но грубо будет снимать. И мы выставляем максимальные обороты. Далее, когда мы сделали грубую шлифовку, переводим, разблокируем эксцентрик. И у нас идет тонкая шлифовка. Далее, когда уже тонкую шлифовку, если, например, мы там покрываем лаком, я не знаю, или просто нам нужно отполировать, включаем, опять же, принудительное вращение, обороты на минимум, и мы можем полировать изделие. Но здесь есть отличие от конкретных машинок, которые созданы именно для полирования. Здесь двигатель работает на пониженных оборотах, и, соответственно, нагрузка у него повышена. Поэтому здесь по времени, по продолжительности полирования есть ограничения. Рассмотрим оба режима работы на примере шлифовки соснового пивоматериала. Буду я работать 120-м абразивом. Сначала включу тонкую шлифовку, а потом поменяю абразив и поставлю грубо. Обороты на максимум. Ну и, конечно же, подключим шлифмашину к пылесосу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а теперь поменяем абразив и включаем принудительное вращение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже 120-м абразивом в режиме принудительного вращения съём производится прилично быстро. Сейчас я поставлю 80-й абразив. Посмотрим, как будет сниматься. Единственное то, что, когда у нас заблокированный режим и мы работаем по хворе, абразив сильно быстро забивается смолой. Когда мы работаем просто в режиме эксцентрика, то у нас абразив живёт гораздо дольше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И опять же обращайте внимание на то, что в принудительном вращении у нас идёт нагрев гораздо сильнее. И чтобы не испортить подошву, делайте перерывы. Многие, скорее всего, уже обратили внимание на тот факт, что при грубом шлифовании 80-м абразивом и причём не сетчатым, а стандартным, пыли почти нет вообще. Сейчас давайте я возьму тот же самый кусок берёзовой фанеры, пробуем этим абразивом и пробуем сеткой. Обороты на максимум, режим разблокированного эксцентрика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а теперь установим тоже 120-е зерно, но на сетчатой основе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С пылью машинка действительно круто справляется. У меня есть наподобие аналог, так вот от неё там пылища целая куча, там дырочка маленькая-маленькая, пылесос работает в нагрузку, и пыль отводится плохо. Эта машинка, ну, сами видите, как с пылью справляется просто на ура. Единственное, ещё один такой моментик. У меня тут с антистатиком небольшая проблемка. Вот здесь есть небольшой винтик, и когда руку кладёшь на него, иногда так-тык-тык-тык статический разряд прям в ладонь. Он не сильный, но всё же заметный. А следующее, что попробуем сделать, это полировать. Единственное, то, что при шлифовке сейчас я не стал замерять температуру. Сильного перегрева не замечено. И, да и, знаете, здесь такой момент, то, что мы в любом случае будем давать машинке перерывы, сколько бы мы не шлифовали, чтобы не спалить платформу, чтобы она у нас не сплавилась. То есть элементарно от силы трения всё равно будет она нагреваться. Поэтому перерывы всё равно будут. Ну и следим. Сильно, конечно, не перегружаем инструмент. Кстати говоря, единственное, то, что я сейчас проверю, это защита от перегрузки. Сильно-сильно на неё надавлю и посмотрим, как она себя поведёт. А дальше уже будем полировать. Итак, принудительное вращение. Обороты на максимум. Пробую сильно-сильно придавить. Да, отлично, здесь есть защита, и причём защита по превышению силы тока. Для примера буду использовать акриловый лист. В таком случае пылесос нам не понадобится, и патрубок можно снять. Снимается он очень просто. Нажатием на одну кнопку. Режим принудительного вращения. Первая скорость. Поехали. Поехали. Как видите, результат получился отличный, и оборотов действительно столько, сколько нужно, чтобы не перегревать материал, и чтобы полировка происходила нормально. Единственное, опять же, идёт нагрузка на двигатель. И предлагаю сейчас прикрутить термопару. Буду прикручивать её, где ощущается тепло, в районе двигателя. И пробую работать. Буду работать до тех пор, пока она или сильно не перегреется, или, ну, что там произойдёт, может быть, защита сработает. Ну, увидим. Пробуем. На самом деле, человек быстрее перегреется. И причём, сейчас я сделаю замер, но есть одна рекомендация. Если мы работаем на перегруз, ну, не то, что на перегруз, на тяжёлую нагрузку, вот так, как я сейчас сделал, отключил шлифмашину, этого делать не стоит. Нужно, наоборот, включить максимальные обороты и минуты две подержать её включённой. Тогда всё охлаждается, и у нас всё здорово. То есть, по идее, с теплоотведением здесь вообще проблем никаких нет. На самом деле, я по своей, так сказать, судил. Но здесь с пылеотведением, с теплоотведением действительно сделано всё здорово. Я просто почему учитывал то, что корпус тонкий, держать его удобно, и поэтому мысль такие лезет в голову, что, ну, соответственно, здесь сделали тоньше, значит, будет перегрев. Соответственно, перегрело, никакого времени не произошло. За то время, пока я сейчас шлифовал, можно седанчик отполировать. Даже 40 градусов нет. Понятно, что это я измеряю температуру корпуса. Там, внутри, температура выше. Я сейчас поставил в район редуктора. Температура пошла вверх. Но не сильно стремительно. Итак, включаю шлифмашину на 2 минуты, на максимальные обороты. Ну, что сказать, машинка действительно радует, особенно своим хватом и не сильно большим весом. Это действительно радует. И здесь дополнительные примочки, патрубок, за него также можно держаться, рукоять. И, конечно, защита подошвы. Это когда мы работаем рядом с вертикальной поверхностью, чтобы не испортить подошву. Да, это всё, конечно, моменты радующие. Но самое главное, это пылеотведение и её охлаждение. Оно действительно работает круто. Машинка нагрелась. Пускай, сколько я много действительно покрутил на единицы, и тот нагрев, который у меня произошёл, ровно за полторы минуты, я даже 2 минуты не стал ждать, на максимальных оборотах, она выдала всё тепло, от и до. Единственный момент, на который я не посмотрел, это ценник. Что-то мне подсказывает, что он приличный. Кстати говоря, актуальная стоимость будет по ссылке в описании под видео. А на этом этот обзор подошёл к концу. Не забывайте про пальцы вверх. Пишите в комментариях, что понравилось, что не понравилось. В машинке, в обзоре пишите всё, от и до. Подписывайтесь на канал всеинструмент.ру и про колокольчик не забывайте, чтобы ничего не пропустить. А с вами был Лебедев Артём. И ещё один такой момент. Хотелось бы вот здесь вот не наклейку, хотелось бы вот стандартную, выбитую, такую вот, чтобы тут Бош было, выбито именно, всё, чтобы рельефненько было. А так, это вот наклейка, и снять наклейку, и всё, не Бош. Субтитры сделал DimaTorzok